доброе время суток дорогие друзья спешу с вами поделиться своей радостью я приобрел новый уаз патриот 2019 модельного года купил его в иркутске и сейчас гоню его домой почему купил в иркутске потому что ни в чете ни в лануде модели та которая нужна мне нигде не было автомобиль взял белого цвета почему белого изначально я приехал за машиной темно-синего цвета выгнали посмотрели попробовал капот не закрывается как бы все помытое вроде чистое все но какое-то шестое чувство мне подсказала то что дима эта машина не бери не знаю почему так ну вот я у меня закралось сомнение я тогда действительно ну начал рассматривать и групп покажите мне какие еще из модели вот мне давай показали белого цвета серебристый все везде все цвета металли кроме белого но белая машина как-то смотрелась более нарядной и более привлекательная для меня мне показалось она как бы более привлекательная не знаю на вкус и цвет конечно товарищей но здесь я значит поступил следующим образом я достал монету и и загадал на орел орешка выпала белая машина и я сказал все беру белую даже не смотрел не проверял ни двери ничего мне ее выгнали из холодного склада сполоснули сверху и я ее забрал причем когда я начал проверять на этой машине все двери несмотря на то что ее не готовили никакой предпродажной подготовки не было она оказалась и капот хорошо закрывался и двери все нормально закрывались в отличие от той которую которые сделали якобы предпродажную подготовку вот 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 такая как бы ситуация с выбором цвета что касается самой машины ну да и я имею огромный опыт управления уаза но наверно не огромный а за 2014 года у меня был первый у вас это я на нем получается проехал почти пять лет хорошая машина наездил 80 тысяч и в общем-то бы я ее даже бы не стал продавать я ее конечно домодернизировал там но многое что в ней изменил доделал что что надо отметить что у вас завод сейчас многие косяки которые мне приходилось исправлять на той автомашине здесь завод сейчас многое сделал за за меня вы конечно зададите тот вопрос а почему у вас патриот да почему не иномарка за миллион двести до принципе можем как бы уже найти такую грузачка сотку там 80 ну машины если допустим не даже с хорошими с неплохими внедорожными качествами сурфы ну то есть ниссаны то есть машин очень много на рынке но за миллион двести мы можем взять только такое ну машине которые не меньше десяти лет аналог этой машины который я рассматривал это toyota land cruiser prado неплохая нравится машина но та которая нравится ну это минимум 14 год цена где-то от двух двести и до двух с половиной миллионов рублей но фактически это два новых уазика патриота максимальной комплектации на сегодняшний день я посчитал что нет необходимости влаживать да ну наверное я столько не заработал у меня нет таких денег чтобы я мог свободно выкинуть на машину и вроде как бы и ездить на ней и радоваться я посчитал что мы не я вполне могу значит купить за пол цены машину особо по качеством внедорожным она уступать не будет по комфорту может быть конечно грузак есть грузак безусловно но тем не менее патриот мне тоже очень нравится и по комфорту я на нем прошел пустыню гобби ну и как бы не сказать что я там устал и что мне там плохо было вполне нормальная машина и по комфорту в том числе тем более ее можно модернизировать делать сзади полку делать хорошую кровать ставить шторки и в ней фактически жить вещей и все всякой ерунды в эту машину влезет очень много при этом на этой машине я могу поехать в лес все таки миллион сто до миллион двести это не два с половиной миллиона дорогие друзья вот наверное из этих соображений я купил все таки купил опять у вас патриот резина на автомобиле стоит на 18 дисках диски красивые машина смотрится очень хорошо с этими колесами но резина хоть и заявлено производителем как все сезонная выглядит она абсолютно как шоссе никаких шипов там ничего нету но я отъеду до погода получается не очень мы двигаемся вдоль красивейших наших мест это вдоль озера байкал идет небольшой снег дорога такая заснеженная слегка и тем не менее как бы никакого дискомфорта особого я не испытываю ну надо учитывать то что я сейчас и двигаюсь не больше 90 километров в час потому что машина находится на обкатке ну а так вот как бы это что касается резина ну что ну что фура нам не дает сейчас так так воспользоваться преимуществом нашего полного привода И обойти машины, уйти вперед Погода на улице стоит просто огонь Мы гоним автомобиль Вот он, красавчик наш УАЗ Патриот 19-го года выпуска 150-ти сильный, обновленный Идет хорошо, мы довольны, счастливые Погода тоже великолепная Еще одно преимущество внедорожника Что за него можно спрятаться и сходить в туалет Так, ну вот мы уже прошли 530 километров Спешу с вами поделиться еще одними Первыми впечатлениями о машине Мотор у машины действительно стал мощнее Он свободно на пятой передаче идет в подъем Еще и с ускорением На предыдущем Патриоте у меня, конечно, так не получалось Это я вам честно скажу Что касается других моментов Что еще сейчас бросилось в глаза Но машина действительно рулится хорошо Идет неплохо Расход топлива на 500 километров Показывает меньше 12 литров Но иду я 90 Ну сейчас начал где-то чуть-чуть прибавлять До сотни Еду наслаждаясь такой функцией, как круиз-контроль Видите, как бы зелененькая лампочка горит там И, значит, скорость 89 километров Управление все круиз-контроля прямо на руле Раз мы прибавляем, ну допустим, километр Раз 90, да, вот побольше стало Машина едет Мы можем так же эту скорость убавить Раз, сейчас вот прямо на руле Раз, кнопочки Вот мы уже 87 километров Ну классная штука для дальних поездок Это, конечно, заводу огромное спасибо Молодцы, да Ну вот, дорогие друзья, мы продолжаем свой путь Мы уже отмотали на Сегодня на Патриоте уже проехал Я 800 километров Ну что сказать Могу еще добавить одну вещь Сказать, что устал Ну, конечно, общая усталость есть Но, тем не менее, в принципе, как бы машина Сказать, что на ней трудно управлять И тяжело ехать Я такого сказать не могу Вполне нормальный автомобиль Что касается, значит, все-таки скоростных моментов То здесь бы я хотел, чтобы все-таки Инженеры завода УАЗ Добавили шестую передачу Двигатель переработали, молодцы Двигатель классно Но, значит, двигатель перекручивает Все-таки крейсерная скорость должна на этой машине быть Ну, наверное, ну, хотя бы 100 Ну, а лучше 110 километров в час И двигатель не должен Но при этом должен где-то находиться На оборотах 2700 Ну, а сейчас двигатель Значит, при 100 километрах в час 3000 оборотов Это, конечно, ну Это перерасход, я думаю, что И шум от мотора Все равно, как бы, от дороги Здесь он присутствует Если будет, значит, двигатель 2700 2500, еще 2600 Ну, тогда будет это кайфово Крейсерная скорость вот такая Вот такое, дорогие друзья Состоялось мое первое знакомство С обновленным УАЗ Патриотом Смотрите мой канал Подписывайтесь Ставьте лайки Ну, а пока до новых встреч Я же обещаю вам Рассказывать о дальнейшей жизни И эксплуатации этой машины Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok